обзор кассетных рулонных штор системы уни 2 с п-образными направляющими с пружинно-инерционным механизмом от интернет-магазина железник сайт железник точка ру в нашем видео интернет-магазине вы сможете приобрести данный вид рулонных штор онлайн выбрать ткань по фотографии и видео все видео в 4к записанные вести свои размеры увидеть точную цену оплатить после чего мы изготовим изделия и пришлем их вам в любую точку российской федерации и так приступим к обзору кассетные рулонные шторы с пружинно-инерционным механизмом способы установки как вы уже наверное поняли их можно устанавливать как и в классическом виде когда у вас короб с рулончиком находится в верхней части створки и туда же прячется полотно ткани то есть окно зашториваться будет сверху вниз либо установить вверх ногами актуально это будет для первых этажей жилых зданий когда необходимо закрыть нижнюю часть окна а сверху помещение будет проходить свет здесь ходят люди возможно кто-то хочет заглянуть в окно у него не получится это сделать в этом случае короб тканью у нас нижней части также располагаются направляющей вверху у нас соответственно конец направляющей находится каким образом происходит управление управление происходит за ручку управления так вот выглядит ручка за которую мы поворачиваем финишную планку тем самым расфиксируем изделие у нее вот есть свободный ход в этом положении шторой можно управлять и повернув ее в исходное положение мы фиксируем штору в любом положении закрыли подняли то же самое и с правой створкой где у нас закрытие окна производится снизу вверх убрали то есть шторку полностью в короб в этом случае створка у нас будет открываться но не на весь угол так как карниз при открывании у нас будет упираться в откос высота карниза вот эта часть 70 миллиметров поэтому перед заказом примерно прикиньте в этой части у вас карниз и насколько у вас откроется скворка схему подробно их карточки товара будет с указанием этих размеров ширины высоты и также как снимать размеры в данном видео мы рассматриваем только систему как она устроена как она работает по поводу тканей это уже под этим видео вы выбираете ткань ткани на данный момент более 700 видов также не забывайте смотреть видео обзоры каждой ткани в 4к крупным планом все показано в видео видео обзорах даже лучше видно ткань чем как она выглядит на фотографиях в данном случае у нас полосатая ткань называется она по моему madras цвет не помню таким вот образом выглядит изделие давайте посмотрим поближе еще как это выглядит комплектация у нас польская об этом символизирует надпись besta на торце крышки короб и направляющие алюминиевые ручка пластиковая нижний отвес тоже алюминиевый крышки боковые пластиковые комплектация может быть только в белом цвете я имею ввиду короб направляющие вся фурнитура эти изделия можно устанавливать как на саморезы левую створку мы смонтировали на саморезы об этом посмотрите в карточке товара там будет специальная ссылочка на видео монтаж штор а правую створку установили на двухсторонний скотч вы можете устанавливать как вам больше нравится если нет желания сверлить окна то устанавливайте на двухсторонний скотч если принципиального ничего нету то устанавливайте на саморезы аналогичным образом происходит управление шторой которые снизу вверх у нас сначала поворачиваем нижний ответ поднимаем его вверх и стопорим шторка у нас закрытая так вот будет выглядеть закрытом состоянии большим плюсом этой системы является то что здесь отсутствуют такие дополнительные элементы как цепь управления соответственно не нужно устанавливать держатель цепочки который крепится только на саморез управление происходит только с помощью ручки управления и при монтаже особенно если вы выберете монтаж на двухсторонний скотч вам не понадобятся вообще никакие инструменты просто отклеивайте защитную пленку со скотча и приклеивайте то место где она будет у вас установлена либо в классическом варианте либо снизу вверх на этом обзор данной системы закончен если изделие понравились смотрите далее это видео в нем будут присутствовать еще следующие разделы такие как распаковка изделий обзор функционала сайта для заказа конкретно вот этой данной модели показан замер монтаж на скотч монтаж на саморезы соответственно снизу вверх и обычной также будет для информации еще демонтаж для того чтобы вы посмотрели какие отверстия остаются после монтажа на саморезы так друзья давайте запишем небольшой скринкаст о том как заказать рулонные кассетные шторы системы у не 2 с пружинно инерционным механизмом буквально одну минутку если вы первый раз на сайте рекомендуем начать ознакомление с магазином с просмотра видео на главной странице для этого кликните по логотипу далее выбираете систему рулонных штор нам нужно у не 2 пружинно инерционным механизмом не знаете что это за система посмотрели видео все видео в 4k все подробно описано если какая система понравилась перешли во вкладку где нам нужно выбрать интересующую ткань для этой системы ниже у нас представлены ткани значит тканей на данный момент 767 видов также присутствует фильтр где вы сможете отфильтроваться по названию ткани по цвету по затемнению по стране ткани и по каталогу ну так же по максимальной ширине высоте не знаю давайте отфильтруемся выберем ткань со стопроцентным затенением и вот у нас список если каких-то тканей нет наличия соответственно их нет наличия заказать вы их не сможете как мы можем посмотреть ткань здесь у нас есть значок видео все видео записываются в 4k поэтому выставляйте максимальное качественное разрешение для вашего монитора так вам будет нагляднее посмотреть видео можете также можете смотреть фотографию крупным планом если изделие если ткань понравилась можете перейти непосредственно в товар где вам нужно будет заполнить характеристики изделия возле каждой строки для ввода есть вот такие вот зелененькие ссылочки опять же на видео с хорошим разрешением где все показано как где чего как и что вводить каждую строку быстренько ну не быстренько внимательно пробегаемся по всем позициям размеры вводим в миллиметрах я примерно наобум что-то в виду внизу вы видите у вас пересчитывается цена в данном случае у нас сейчас скидки еще 30 процентов будут на все поэтому сначала идет цена без скидки и цена со скидкой если проверили размеры все правильно цена устроила выставили количество нажимаете кнопку купить изделие у вас добавляется корзину для того чтобы приобрести изделие выбирайте город который вам нужен регистрируетесь либо если вы постоянный покупатель можете войти либо зарегистрироваться как новый покупатель если вы первый раз я зайду под своим логином паролем перейду в корзину здесь мы видим одно изделие также мы можем его либо добавить по количеству у нас пересчитается цена вес либо убрать из корзины далее мы можем рассчитать стоимость доставки данном случае у нас пока только почта россии еще добавится здесь дек видим триста восемьдесят семь рублей срок доставки ориентировочно 34 3-14 дней нас устраивает начинаем оформлять заказ использовать можете либо существующий адрес я ничего вводить не буду далее способ доставки опять же только пока почта россии можете добавить комментарий далее выбрать способ оплаты оплата банковской картой онлайн на сайте любой банковской картой как любом интернет-магазине оплатили сразу онлайн либо выбрать выставить счет на оплату давайте мы выберем выставить счет на оплату счет уставляется автоматическом режиме утверждение заказа все здесь мы можем что все вопросы заказа платим можно посмотреть здесь здесь смотрим просмотрим на заказ и вот у нас счет также счет пришел на электронную почту ну либо из личного кабинета можете посмотреть счет после чего оплачиваете счет мы видим денежки производим изделие по вашим размерам и собственно отправляем по указанному адресу туда где вы проживаете что вы указали в заказе всем спасибо оставайтесь с нами вопросы комментариях под этим видео всех благ как снять размеры для заказа рулонных штор с пружинным инерционным механизмом в интернет-магазине железник точка ру для того чтобы снять ширину вам понадобится рулетка ширина снимается от замка штапика до замка штапика замок штапика это там где штапик соприкасается со створкой профилем пластикового окна и так ширина все размеры снимаются в миллиметрах 550 миллиметров в нашем случае записывайте на сайт высота высота снимается по габаритам изделия то есть вместе с коробом и по нижнему краю направляющей на левую створку мы будем монтировать уже по традиции на саморезы вы можете смонтировать на скотч если створки сверлись вам не охота и меряем прям от верхнего горизонтального откоса до низа минус где-то сантиметр 2 где-то у нас получилось 1300 миллиметров записываем на сайт ширина правой створки снимается аналогичным образом 445 миллиметров и высота также отступаем от низа пару сантиметров 1202 обратите внимание для установки рулонных штор с пружинным инерционным механизмом нужно чтобы окно соответствовало определенным требованиям а именно штапик был плоский вот эта вот часть была плоскость именно вот в эту область будет клеиться п-образная направляющая штапики бывают разной конфигурации полукруглые срезанные по 45 градусов должна быть плоскости не сильно он туда утопленный где-то миллиметр 2 до спускается но бывают совсем куда будут утопленные в этом случае смонтировать шторы данного вида не получится присмотритесь к системе мини друзья и в том случае если вы решите установить рулонные шторы с пружинным инерционным механизмом вверх ногами чтобы окно закрывалась снизу вверх ручка у вас то есть здесь вот было я так вот она закрывалась в этом случае соответственно размеры могут у вас немного поменяться в моем случае вряд ли они поменяются меряйте наоборот верхняя часть будет короб будет по нижнему краю и здесь минус два сантиметра также у меня 1220 и соответственно здесь я тоже короб положу на подоконник и вверх у меня также будет 1300 все размеры сняты записываем на сайт не забывайте посмотреть обзор ткани это оранжевая кнопка смотреть видео на этом все каким же образом будет производиться зашторивание окна вы должны определиться с этим моментом до соответственно оформление заказа и сообщить об этом нам если окно будет зашториваться сверху вниз то есть стандартный вариант так и укажите сверху вниз если снизу вверх то есть вы планируете установить изделие вверх ногами отмечайте галочку снизу вверх для чего это нужно объясняю вот эта ткань у нас полоску ей без разницы так она располагается либо так но существует ткани с направленным рисунком примеру какая-нибудь веточка с цветочком они соответственно должны расти вверх но если вы в том случае но если вы укажете примеру зашторивание окна сверху вниз но изделие при получении поставите вверх ногами у вас цветочек будет расти вниз будьте аккуратны спасибо распаковка рулонных кассетных штор системы у не 2 с пружинной инерционным механизмом от интернет магазина железник точка ру значит примерно таких длинных коробочках вы получите свои изделия почему длинные потому что там у нас направляющие аккуратно достаем содержимое смотрим что у вас смотрим что у вас выпадает из коробочки собираем все это дело и вторая шторка давайте посмотрим поближе что тут нам пришло так мы здесь видим две шторы и два комплекта направляющих место установки это та информация которую вы вводили на сайте при заполнении карточки товара ширина высота и способ крепления левую сворку мы крепим на саморезы правую на скотч именно для саморезов именно для крепления саморезов у нас присутствует наличие самореза на скотч у нас присутствует не видно на скотч у нас присутствует вот адаптер дополнительный здесь этого адаптера нету я покажу потом поподробнее также есть направляющие на высоту 1300 миллиметров и на высоту 1220 миллиметров два изделия правая левая направляющая аккуратно распакуем наше изделие для этого нам потребуется резак осторожнее не поцарапайте пупырку тоже уберем она проложена для того чтобы ручка не замяла ткань при транспортировке я ножом провожу по тыльной стороне направляющей она у нас прижмется к створке и разреза не будет когда снимаете упаковку аккуратней проверяйте ее всегда на наличие какой-нибудь комплектующий бывают заглушки очень часто снимаются и остаются пленки вы их выкинете потом будете говорить на нас что мы не доложили упаковку проверили все можете выкинуть в мусорку и так вот наши две шторки как раз про что я говорил да это упаковка осталось это шторка у нас без адаптера так как мы ее будем крепить на саморезы и переплачивать за него смысла не имеет а вот эту шторку мы оснастили уже высоким адаптером на котором приклеен скотч в нашем случае скотч приклеен в трех местах у вас будет весь адаптер заклеен скотчем шириной 19 миллиметров скотч очень прочный просто мы это будем монтировать на стенд нам скоро снимать а снимать его очень тяжело я думаю он так будет без проблем крепится и два комплекта направляющих правая и левая также на них в нашем случае скотч кусочками у вас будет один сплошной скотч соответственно где наклеен скотч это обратная сторона ее будем приклеивать на створку а где скотча нету это лицевая сторона гроба направляющие алюминиевые белого цвета только бывают ручка пластиковая заглушки пластиковые на этом распаковка закончена но мне уже не терпится приступить к монтажу вопросов комментариях спасибо монтаж кассетных рулонных штор системы у не 2 пружинно-инерционным механизмом приобретенных в интернет-магазине железник точка ру значит если вы смотрели обзор то вам уже должно быть понятно на случай если вы не смотрели посмотрите но я все же объясню рулонные шторы с пружинно-инерционным механизмом можно установить как в обычном варианте чтобы шторка опускалась закрывала окно сверху вниз также можно их установить и наоборот то есть карниз нижнюю часть створки и чтобы окно закрывалась снизу вверх монтаж снизу вверх может потребоваться для окон которые расположены на первом этаже зданий потому что тут ходят люди зачастую нам заказчики звонят хотят именно такой способ монтажа можно часть закрыть но через верхнюю область все равно свет будет проходить внутри помещения и так чтобы вам не показывать одно и то же сверху вниз снизу вверх мы левую створку будем монтировать на саморезы так как у нас уже здесь отверстий достаточно много четыре лишних отверстия нам не повредят и правую створку мы установим снизу вверх на двухсторонний скотч возможность выбора у вас на сайте будет присутствовать монтаж либо на скотч либо на саморезы можно обе створки установить на саморезы либо обе на створки либо обе на скотч у нас был один заказчик который заказал на открывные створки как мы видео снимали в уни 2 на скотч а сюда на саморезы ну немножко не понял давайте начнем с установки на скотч снизу вверх в этом случае вам не понадобится никаких инструментов кроме хорошего растворителя либо спирта очень крепкого и чистой ветоши для того чтобы обезжирить профиль пластикового окна если вы монтируете на скотч и хорошо обезжирили поверхность в этом случае скотч будет держаться очень прочно и ничего у вас не отвалится в нашем случае у нас есть адаптер так как мы крепим на скотч если вы отметите монтаж на саморезы то адаптера у вас не будет соответственно вам останется смонтировать только на саморезы о чем дальше вы увидите так обезжирили створку мы это делать не будем скотч у вас будет по всей плоскости адаптера у нас маленькими кусочками отклеиваем им защитную пленку со скотча и собственно теперь можно уже приклеивать для начала потренируйтесь не отклеивая защитную пленку приложите посмотрите как она у вас будет на окне выровняйте ее по ширине ну по высоте здесь проще я просто на ощупь пальцами ровняю по краю створки ну это мы будем клеить снизу удерживая нижний отвес прикладываем и здесь самое главное с первого раза приложить то место где она будет у вас находиться вниз я значит выравниваю пальцами а здесь смотрю вправо влево ориентируюсь по замку штапика и потихонечку начинаю прислонять штору створки пластикового окна затем посильнее прижали все нижний отвес можно у нас пропустить далее найдите те направляющие которые вам нужны они подписаны и у вас и давайте приклеим направляющие направляющие также отношено скотчем у нас также три кусочка но у вас будет вся тыльная сторона направляющей заклеена двухсторонним скотчем для начала у кого мало опыта при монтаже рулонных кассетных штор системы куни 2 пружинно-инерционным механизмом я бы порекомендовал потренироваться и прикинуть как она будет выглядеть на окне здесь вот есть специальная выемка для монтажа направляющей вот она именно в нее должен попасть вот этот край направляющий и чуть-чуть туда притопиться чтобы среза направляющий не было видно нам мешает нижний отвес давайте его берем в сторону со стопорами управляющие примерно таким образом она должна у нас быть посмотрели глазом чтобы она шла строго ровно потому что если будет она либо в эту сторону либо в эту сторону она зажмёт у вас нижнюю планку финишную планку и при закрывании окна если направляющие будут сводиться вот в эту сторону она у вас не будет работать прикинули теперь отклеим скотч заведем сначала в нашем случае нижний край если вы устанавливаете сверху в них верхний край карниз и далее отстреливая глазом чуть слегка начинаете ее не торопясь подводить профилю окна не уводя ее никуда ни вправо ни влево слегка приклеили и пока не трогайте если что ее еще возможно можно будет отклеить теперь нижний отвес заведем в направляющую для этого возьмемся за ручку возьмем нижний отвес слегка его изогнем и вставим в направляющую то есть вот он у нас был вытащен чтобы он не мешался монтажу направляющий и его нужно изогнуть если вот так будете он у вас не ставится потому что там в распор становится чуть-чуть повернули ставили и опустили аналогичным образом поступаем с правой направляющей в нее сразу ставим тоже отвес сначала нижний край посадим по место где она должна быть затем отстреливая вертикаль я вот ориентируюсь по резинке она черненькая и и больше всего видно начинаем постепенно придавливать направляющую стараясь чтобы она у нас никуда не ушла вправо влево все приклеилось дальше можно аккуратненько так как они у нас еще не прижаты посмотреть как будет у нас не зажимает ли у нижний отвес подняли до конца вверх повернули карниз за что при вроде бы все хорошо так и оставим прижмем теперь хорошенько наши направляющие все изделие у нас смонтировано как вы смогли убедиться ничего нам не понадобилось опускается она абсолютно на любую высоту это подробнее вы уже в обзоре посмотрите и опустили ее еще разочек поджали в том случае если по каким-то причинам либо вы скотч испортили либо еще что-то скотч стал плохо держаться либо с годами там спустя 10-15 лет вы всегда можете снять крышки и в эти места крутить саморезы закрепив ее намертво монтаж на скотч у нас закончен сейчас мы перейдем к монтажу на саморезы будем устанавливать ее обычным образом с расположением короба сверху спасибо монтаж рулонных кассетных штор системы у не 2 это кассетная система с п-образными направляющими с пружинно-инерционным механизмом на саморезы пружинно-инерционный механизм это означает что ткань скручивает пружинка в первой части мы установили на правую створку такую же штору на двухсторонний скотч и установили ее вверх ногами сейчас давайте закроем солнышко а то глаза слепят она у нас закрывается снизу вверх в этой части мы будем монтировать на саморезы если вы на сайте выберите способ монтажа на саморезы у вас будет отсутствовать адаптер со скотчем и соответственно смонтировать вы сможете только на саморезы и будем устанавливать как обычно сверху вниз чтобы шторка у нас опускалась вот таким образом для этого нам понадобится отвертка в моем случае она электрическая и в комплекте у вас 4 самореза длиной где-то 20 миллиметров диаметр по моему 3,5 опля и также нам понадобится еще шуруповерт со сверлом от полутора до двух миллиметров можно нет до двух для того чтобы засверлить отверстие в пластиковом окне на мой взгляд так удобно ну кто-то может использовать конечно саморезы со сверлышком уже на вкус и цвет так для того чтобы установить шторку нам для начала нужно снять торцевые заглушки на них мы видим надпись besta это символизирует о том что механизм у нас польский очень качественный служит 10-15 лет чтобы снять крышку ладонь прижимаем крышки большой палец упираем в короб и делаем вот такое вот движение как бы сдвигая ее вот она сняла если будете чего-то подковыривать подцепляется ножом отвертками вы ее не снимете ток сломается просто сдвинули и все аналогичным образом сняли левую сторону здесь у нас крепление для саморезов вот эти овальные выемки сюда мы будем вкручивать саморез опустим чуть-чуть вниз чтобы ее у нас не замотала внутрь для начала прикинем как это должно выглядеть собственно так и можно работать я беру шуруповерт засверлю отверстие подкладки и возможно оно попадет у меня на прошлые дырочки да но как раз попадает так как мы уже неоднократно эту систему вот конкретно с пружины монтировали вашем случае отверстий профили пластикового окна нету поэтому твердушкам пройтись нужно было чуть чуть поглубже так будет удобнее кручивать саморез то же самое сделаем с правой стороной только теперь я уже верхнюю часть море скручиваю сильно не перетягиваем чтобы пластик не лопнул засверлимся верхнюю часть сам карниз у нас установлен со шторой оденем боковые крышки давайте что проверим хотя не обязательно это перейдем направляющим определите что направляющие именно от этой створки потому что длина направляющих разная они у вас будут подписаны отклеим скотч не скотч защитную пленку в нашем случае скотч наклеен кусочками небольшими у вас будет вся тыльная сторона направляющей заклеена скотчем шириной 9 миллиметров так это у нас правая направляющая в нижней части у нас заглушка верхней части мы будем вставлять ее пазы которые у нас коробе ставим нижний ответ сначала в направляющую если он у вас прямо он у вас не войдет поэтому его чуть-чуть поворачиваем и вставляем направляющую вставляем свое посадочное отверстие видите да карниз можно выправить и он здесь у нас зафиксировался направляющий теперь отстреливая глазом я смотрю по резинке начинаем медленно приближать направляющую профили пластикового окна смотреть чтобы она никуда сторону у вас не уходил а была строго вертикально для неопытных монтажников я порекомендую сначала потренироваться не отклеивая защитную полосу со скотча ровно приклеивать направляющие это очень важно так как если направляющие книзу будут сводиться либо наоборот разводиться если будут свозиться у вас не пролезет финишная планка а если будут разводиться по соответственно она может вылить аналогичным образом поступим с левой направляющей также ставим сначала нижнюю планку в направляющую для этого ее опять повернем ставим и затем ставим направляющую свое место можно повернуть обратную планку и также потихоньку начинаем подводить чтобы она у нас была ровненько приклеена поджали оп-стоп прислонили сильно пока нет прижимаем направляющие сначала проверим спору чтобы она у нас все правильно ходила не зажимала ходит хорошо теперь можно посильнее ее прижать все пообразные направляющие у нас приклеены провернули грузик опустили на нужную высоту вернули грузик в исходное положение тем самым он у нас направляющих зафиксировался и не дает шторки подниматься вверх давайте еще раз покажу поближе повернули грузик опустили закрыть в этом положении она у вас есть вверх очень важно доворачивать направляющей потому что вы сейчас увидели я ее не довернул я один край у меня уже состопорился поэтому баланс вы поймаете вот он люк свободней именно в этом свободном люкте должно быть положение грузика для того чтобы ничего не мешал потому что чуть сюда все он уже зафиксируется мои шторы смонтированы в этом мне помог видео интернет-магазин железник по адресу железник точка ру остались вопросы в комментариях под этим видео не забываем подписываться еще будут много интересных изделий всех благ и спасибо и для информации давайте демонтируем наши шторы чтобы посмотреть вам как это можно сделать случае что-то отремонтировать начнем с правой створки которые у нас установлены вверх ногами и установлена на на двухсторонний скотч сначала давайте снимем карниз не трогай направляю так как у нас присутствует там адаптер который установлен на скотч снимается она можно ее снять несколько другим способом для этого карниз нужно просто отщелкнуть с адаптера сделать вот такое движение берем большими пальцами за низ и отщелкиваем грузик вынимаем грузик из направляющих и снимаем что здесь мы видим адаптер который у нас приклеен на двухсторонний скотч чтобы снять адаптер нам понадобится резачок заводим его за адаптер стараясь не повредить скворку пластикового окна и подрезаем скотч один подрезанный у нас всего в трех местах был закреплен второй и третий скотч очень прочный но можно его с усилием снять и никаких отверстий в створке не останется аналогичным образом поступим с направляющими заведем резачок за направляющую и подрежем скотч здесь у нас мешается ручка заведем другой стороны все управляющие у нас не так демонтаж турки саморезов происходит немного другим способом поднимем полотно вверх снимем боковые крышки для этого приложим ладонь к торцу большим пальцем упремся карниз и сделаем вот такое движение вы крутим саморезы сначала верхней потом нижней только у нас не падает так как она висит пока на направляющих и аккуратненько вынимаем в местах крепления мы видим отверстие которые остались у нас после демонтажа отверстие у нас на стенде много здесь по идее у вас два отверстия должно остаться направляющие с левой створки я демонтировать не буду сделаю это позже процесс ничем не отличается на этом демонтаж закончен спасибо не забываем подписываться палец вверх всех благ а а а а а а а а а Продолжение следует...